Я счастье знавал С ней о жизни иду Как ротный простой запевала Шел с песней сквозь ветер еды А голоса коль не хватало Я пел ее сердцем своим Я песни отдал, все сполна В ней жизнь моя, моя забота Ведь песня людям так нужна Как птице крылья для полета Но мотор-то не едет Вы смеетесь Я вам скажу честно, я вообще не очень люблю сниматься Я вам могу рассказать историю, почему я не люблю сниматься, если хотите Понимаете, актер, который привык встречаться с публикой Выходить на сцену, видеть глаза публики В глаза публики говорить Такие, как я, актеры, которые непосредственно с публикой имеют связь Эта четвертая стенка, она нас, понимаете, не касается Когда я вижу объектив Мне делать немножко страшновато Я перестаю существовать тогда, как я Я какой-то другой совершенно Я какой-то контролируемый А самое страшное сознание у меня Это вот этот контроль Вот почему я не люблю сниматься Сидит режиссер, рядом с ним аппарат и оператор Я что-то смешное делаю Вот сидит режиссер, рядом с ним оператор Режиссер смотрит на меня так А я смешное делаю Вон разговаривает с оператором Стоп! Леонид Дождь, понимаете, как-то не очень, понимаете, смешно выходит Надо, понимаете, как-то посмешнее Я говорю, пожалуйста Аппарат! Стоп! Леонид Дождь, а вот сейчас вы вообще-нибудь как-то не играете Попробуйте играйте Опять Аппарат! Стоп! Леонид Дождь, как-то у вас это не получается И я честно скажу, я сам ощущаю, что у меня не получается Самое страшное, это лицо режиссера на съемке Странно Началась она очень давно В 1917 году, после февральской революции Приехал в Одессу Режиссером, тогда был еще молодой режиссер Александр Разумный Вот значит, Александр Разумный приехал в Одессу Ставить кинофильм о лейтенанте Шмидте Пригласил меня Ну, конечно, не на роль лейтенанта Шмидта А он мне приготовил другую роль Я должен был изображать защитника лейтенанта Шмидта на суде Адвоката Зарудного Адвокат Зарудный в то время был уже очень пожилой человек А мне было тогда, если так посчитайте, вы поймете Только за 20 перепрыгнул Ну, меня приклеили к бороде К усам И я изображал адвоката Зарудного Мне как-то пришлось видеть этот кадр Я очень смеялся После 1917 года я снимался уже в 1925 году В 1925 году тоже в немом фильме Это была комедия Называлась она «Международная карьера Спирки Шпанделя» Ну, ворюга такой, знаете, бандит Спирка Шпандель Удирает за границу За границей делает большую карьеру дипломатическую В общем, смешная картина Ах, если бы вы знали, как я жалею о том, что Спирка Шпандель был не мой фильм Вот если бы этот фильм озвучить бы моим репертуаром того времени Получилось бы что-то не хуже, чем «Веселые ребята» Я убежден А вот к этой сцене идет другой шедевр Ленечка, давай. И мы, мои лимонечки, вы растете сонями-болгончиками. Не мой кинематоров, не мой жанр. Молчащий Утесов, это даже как-то странно, как это такой болтун вдруг может молчать. Почему ты опаздываешь, я от тебя спрашиваю? Промвай, Федор Семенович. Я говорю, трамвай, Федор Семенович. Я ничего не слышу. А вы погодите, у меня еще Тахар не растаял. Да там кто-то мешает. Это я мешаю, Федор Семенович. Теперь слышно? Ага, слышно. На чем мы остановились? Да ты почему опаздываешь, я от тебя спрашиваю? Не кричите, а то у меня цикори всплывает. Ага. А я говорю, цикори всплывает. Вот черт фаршивый. Немедленно являйся сюда. И чтобы здесь духу твоего не было. Понял? Понял. Понял. КОНЕЦ 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 Я сейчас пишу книжку. Это уже третья книжка. Первая книжка вышла давно, в 1939 году. Называлась она «Записки актера». Вторая книжка вышла в 1961 году. Называлась она «С песни по жизни». А сейчас я пишу книжку, которая называется «Спасибо сердцу». Эта третья книжка будет более полная. И я сказал бы, более правдивая. Потому что, когда разменял уже восьмой десяток, то уж надо говорить правду. Вот пишу книжку такую. Но потом, значит, еще работаю с оркестром. Я не выступаю, но работаю с оркестром. Репетирую новую программу. Многие спрашивают, почему вы вдруг перестали выступать. Но я обычно на это отвечаю, что, сами знаете, лучше уйти раньше на пять лет, чем позже на пять дней. Почему? Ой, да. Трудую и наслаждению, ждет завтра вас. Серьезный телкара, моя игра. Отходит к завершению. Разнат на нас теперь пришла пора. Счастливый путь. Спасибо за внимание. Счастливый путь. Устали бы я. Счастливый путь. До здорового свидания. Счастливый путь. Только гляньте над Москвою утровешнее, Золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, И, как прежде, поджидаем седока. Эх, катались мы с тобою, умчались вдаль с тобой, И скры сыпались в булыжной мостовой. А теперь плетемся тихо по свальковой, Ты да я поникли оба головой. Ну, подружка верная, старушка древняя, Встань, Маруська, в стороне. Наши годы длинные, мы, друзья, старинные, Ты верна, как прежде мне. Товарищ комендант, как... Мама моя, родная. Творческие работники. У нас тишина. Творческие работники. КОНЕЦ 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 Его и надо сыграть. А у вас получается с таким же звуком. Все одинаково. Нет творческого взлета. А есть чистенько сыграно с листа вещи. КОНЕЦ Я просто умираю от удовольствия. Если человек будет так говорить, он скажет, идите вы к черту. Она с балкона ему скажет. Но если он будет говорить, я вас люблю, вы такая очаровательная, вы такая прелестная, я без вас не могу жить. А нам прибежит к нему вниз и обнимет его и поцелует. Играть тоже надо так, чувство должно быть. Нельзя играть, понимаете, я сказал на одном слове. КОНЕЦ 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 Великая серьезность легкомысленного моего искусства. Да, пожалуй, я ее не всегда понимал. Пожалуй, я ее понял до даже поздновато. Но когда я понял серьезность легкомысленного искусства, мне стало, пожалуй, труднее. Стало труднее, потому что, когда я был молод, выходил на сцену легко, да сознательно, я бы сказал. Мне было самому радостно, весело. Я веселился, а потом я понял, что не в этом задача. Я понял серьезность легкомысленного искусства. Я понял, что этим искусством можно людей будить к труду, звать их к победе, давать им радость. То есть вести людей по какому-то пути. Я это вдруг понял, и тогда я начал волноваться. Перед каждым выходом я начинаю волноваться. Я стою за кулисами и думаю, как хорошо было бы не выходить на сцену. А потом какое-то напряжение воли, я выхожу на сцену, и тут сразу все проходит. Я вижу глаза. Я вижу глаза людей, устремленные на меня. Добрые, хорошие, ласковые глаза. И мне хочется петь им. Мне хочется петь им песни. Мне хочется так петь, чтобы каждому казалось, что я пою персонально ему. Вот я смотрю ему в глаза. И очень часто я слышу, люди говорят, слушайте, вот вы пели человеку, который сидел в первом ряду. А я не ему пел, я пел всем. Но ему казалось, что я пою специально для него. Это очаровательное, чудесное чувство. Если вы знали, как приятно иметь одно звание. Мне кажется, как будто бы я его имею. Как будто я бы долгой своей работой заслужил это звание. Запевала. Вот чудное звание. Запевала. Дорогое звание для артиста поющего песни. Полюшка, поле, да полюшка в широком поле. Еду, да по полю, герои. Эх, да красная армия, герои. Девушки плачут. Девушкам сегодня грустно. Милый ты надолго уехал. Милый в красную армию 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 уехал. Моя капыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, Как эта смерть произошла. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого каприза? Ведь это правая руна. Милый в красную армию уехал. 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 И если горькая обида. Мальчишку станет анимать. Мальчишка не покажет вида. А коль покажет, скажет ему мать. Ты же одессит, Мишка, а это значит Что не страшны тебе ни горе, ни беда Битый моряк, Мишка, моряк не плачет И не теряет бодрость духа никогда Изрытые льваны, поникшие каштаны Красавица Одесса под вражеским огнем С горячим пулеметом на вахте неустана Молоденькой парнишка в бушлатике морском И эта ночь, как день вчерашний Несется в крики и пальбе Парнишке не бывает страшно Останет страшно, скажет он себе Ты одессит, Мишка, а это значит Что не страшны тебе ни горе, ни беда Ведь ты, моряк, Мишка, моряк не плачет И не теряет бодрость духа никогда Изрытые льваны, поникшие каштаны И тихий скорбный шепот приспущенных знамен В глубокой тишине без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон Хотелось лечь, прикрыть под телом Родные камни вас с тобой Мировые плакать захотел он Но комиссар обнял его рукой Брось, Мишка, брось Ты одессит, Мишка, а это значит Что не страшны тебе ни горе, ни беда Ведь ты, моряк, Мишка, моряк не плачет И не теряет бодрость духа никогда Жди меня, и я вернусь Только очень жди Жди, когда наводят грусть Желтые дожди Жди, когда снега метут Жди, когда жара Жди, когда других не ждут Позабыть вчера Жди, когда из дальних мест Писем не придет Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет Жди меня, и я вернусь Всем смертям на зло Кто не ждал меня, тот пусть Скажет, повезло Не понять, не ждавшим им Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня Как я выжил, будем знать Только мы с тобой Просто ты умела ждать Как никто другой Просто ты умела ждать Как никто другой Могут быть военные истории Я пел песни Давно ты не видел погружку Дорогу в знакомые места Нагалей же в железкую кружку Свои боевые сто грамм Гитару подни, струну под тени Солдатскую песню пропой О доме своем, о времени том Когда мы вернемся домой И вернемся домой И вернемся домой И вернемся На запад нас ведет На запад нас ведет С бою взяли город Брест Горность прошли И в последней улице Название прошли А название такое Право слово боевое Люблинская улица По городу идет Значит нам туда дорога Значит нам туда дорога Люблинская улица На запад нас ведет Ворону фондерпшик Забыл про русский штык А штык пить Ворону вне отвык И правый фондерпшик Попал на русский штык Не русский, а немецкий вышел штык Мой мир без грязника Разбита твартика А ну-ка в латика На русский штык Ворону фондерпшик Но где боль прежней штык А там, да, а ворону Только пшик Капут Субтитры создавал DimaTorzok Песни ведь они очень странную судьбу имеют Бывают песни, которые появляются Там исчезает и никто ее никогда не вспоминает А бывают другие песни Вот споешь ее Потом она уходит куда-то в небытие А потом проходит годы, даже десятилетия И вдруг песня снова оживает И снова начинает петь Я ее спел, когда мне было 10 лет А потом я ее спел, когда мне уже было 41 год Представляете? Через 31 год Она возродилась И снова ее начали петь Она снова полюбилась ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует... 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 Поужинаю Выпью стопку Коньяку И мечтал я об этом Как я потом лягу в постель Буду спать Вспоминать концерт Восторги В общем я закончил концерт Вышел из театра Сел в машину Темно Включил фары шофер Включил скорость Машина двинулась И вдруг прямо на машину бежит женщина Стойте, стойте, стойте Ну конечно шофер остановился Она подбежала к машине Открыла дверцу С той стороны где я сидел Ткнула в меня пальцем И сказала Вы Утесов? Я сказал да Она повернулась от меня Как-то спиной ко мне И кричнула Яша, Яша, Яша Подбежал мальчик Так лет восьмидесяти Она ему указала на меня Сказала Яша смотри Это Утесов Пока ты вырастешь Он уже умрет Смотри сейчас Я захлопнул дверцу Сказал дура Приехал в гостиницу Есть ничего не мог Спал ужасно Утром вышел на бульвар Посмотрел на небо Отвратительное небо На море посмотрел Так оно мне не понравилось В общем с тех пор Я в Одессу уже больше не езжу Я вам прочитаю Начало книжки Я родился в Одессе Вы думаете я хвастаюсь Нет это действительно так Многие бы хотели родиться в Одессе Но это удается не всем Для этого надо Чтобы ваши родители Хотя бы за два дня До вашего рождения Попали в этот город Мои прожили там всю жизнь Как хотите Можете со мной сделать Все что угодно А я все равно буду кричать Одесса лучший город в мире Вы конечно скажете Подумаешь Какой одесский галилей нашелся А я все равно кричу Одесса лучший город в мире У каждого хорошего города Должно быть свое лицо Если у города нет своего лица Это не город Знаете как можно определить Есть ли у города свое лицо Не знаете Я вам скажу Вот вы приехали в город впервые А вам кажется Что вы уже здесь бывали Значит у города нет своего лица Он похож на многие другие Я конечно мог бы вам назвать Такие города Но не стоит Жители обидятся Они любят свой город Независимо от его облика Разве можно не любить мать За то что она не красавица Мать любит за то что она мать Город за то что в нем прошла Прекрасная пора детства А если бы Одесса была Не самым красивым городом в мире Разве я не любил бы ее Конечно любил бы Ну может быть все таки Немножко меньше Но так как она все таки Самый лучший город в мире Да вы сами понимаете Много есть на свете городов Но такого больше нет Посмотрите на Одессу с моря Рай А посмотрите с берега То же самое Да что говорить Когда одесситы хотят сказать Что кому-то хорошо живется Они говорят Он живет как бог в Одессе А попробуйте сказать в Одессе Ну скажем он живет как бог в Нью-Йорке Вас же отправят в сумасшедший дом Скажите вы сумасшедший просто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть город Который я вижу во сне О если бы знали как дорог Субтитры создавал DimaTorzok 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 У терного моря Родная земля Где мой друг молодой Лежал обжигаемый боем Недаром венок Ему свит золотой И назван мы город героем И назван мы город героем У черного моря А жизнь остается прекрасной всегда Хоть старишься ты или молод Но каждой весною так тянет меня В Одессу мой солнечный город В Одессу мой солнечный город У черного моря У черного моря Пара гнедых Запряжены зарею Дождь всех голодных И жалких на вид Тихо плететесь вы Мелкой рысцою Вечно куда-то Ваш кучер спешит Были когда-то И вы Рысаками И кучерок Вы имели хим Ваша хозяйка Ваша хозяйка Состарилась с вами Пара гнедых Пара гнедых Пара гнедых Сердце Как хорошо На свете Сердце Как хорошо Что ты такое Спасибо Сердце Что ты умеешь Так Любить Давай Давай Когда Проходит Молодость Длиннее Ночи Кажется О том Что было Сказано Теперь уже Не скажется Не скажется Не сбудется А скажется Что забудется Когда Проходит Молодость То по-другому Любится Но что нам В жизни Сетовать На то Что ночи Длинные Еще полны Рассветами Все ночи Соловьиные Кой ночи Соловьиные Цветут Пусты Жасминые И ты Как прежде Кажешься Кудрявою Рядниною Пускай Густые Волосы Подернутые Инием Глаза Твои Усталые Мне Кажутся Красивее Что Не сбылось Что Сбудется Не Сбудется Забудется Когда Проходит Молодость Еще Сильнее Любится Или Сбудется Собунцем Сбудется С variety Стих sci-fi Это Дорого истед С hilarious В В Как Дорого С ПОДПИШИСЬ! КОНЕЦ ПОДПИШИСЬ! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА